Химингуэй В ролях Михаил Ульянов, Станислав Любшин, Алексей Петренко, Людмила Гурченко, Олег Даль Часть первая. Остров памяти Меня звали Томас Хадсон. Я был хороший художник. Мой дом был построен на самом высоком месте узкой косы, между гаванью и открытым морем. Мой дом был построен точно кораблью. Он выдержал три урагана. Зимой, когда не на шутку задувал Норт-Ост, в моем доме становилось тепло и уютно, потому что в нем в единственном доме на острове был камин. Как же это все случилось-то? Бог-то мой, как же это случилось-то все? Господи, как же это случилось-то все? Зима уже прошла, и весна была на исходе, когда мои сыновья в этом году приехали на остров. Они приехали на пять недель. Пять недель не так уж мало, думал я, если их можно провести с теми, кого любишь и с кем хотел бы быть всегда вместе. Пять недель не так уж мало, не так уж мало, думал я. Сеньор, простите великодушно, вы не могли бы выйти в кухню. Мне нужно кое-что передать вам. Сеньор, распишитесь, пожалуйста, вот здесь. На этом корешке. Меня звали Томас Хадсон. Я был художник с именем, широко признанный и на родине, и в Европе. Успех сопутствовал мне во всем, кроме семейной жизни. Хотя, в сущности, я никогда не думал об успехе. Я думал о детях, о живописи, и любил женщину, которая была моей первой любовью. томи, 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 томи. Сеньор, распишитесь, пожалуйста, вот здесь, на этом корешке. Том, мальчики когда прилетят? Часов двенадцать. Значит, к Кленчу. Будут. Да, Вилли, да. Прекрасно. Кончив завтрак, эти прочитав газету, я перешел на веранду, обращенную к морю. И принялся за работу. Работалось отлично. Получается? Еще неизвестно. Все готово для мальчиков? Да, конечно. То младший, наверное, перерос меня. Ну, нет еще. Как ты думаешь, он сможет меня побороть? Едвай. Мы с ним часто, в мое свободное время боролись. Чудно, как-то получается, такого парнишку надо называть мистер. Мистер Том, мистер Дэвид, мистер Эндрюф. Ну вот. На сегодня, пожалуй, хватит, сказал я. И стал промывать кисти и прибирать свое хозяйство. Наверное, сейчас мальчики вылетают. Давай пропустим на скорую руку. Давай. Тем более мне кстати. Двенадцати еще нет. А какая разница? Ну, если у тебя есть на счет правила, давай до двенадцати подожди. Давай нарушим это правило. Я здорово волнуюсь. Я здорово волнуюсь. Том, вам правда нравится эта штука? Конечно, Бобин. Иначе я бы не стал ее пить. Я один раз по ошибке откупорил бутылку. Как вроде хиной глотнул. А там и есть хиной. Люди с ума сходят, честное слово. Есть хорошие напитки. Бери, пей. За мальчиков. Я сидел на веранде обращенной к морю и видел большого моего сына. Среднего и младшего. Я смотрел и смотрел на них. И испытывал ко всем трем нежность. Хорошо бы их написать, думал я. Только это будет трудно. Надо будет попробовать этим летом. Замечательные ребята. Что Том, что Дэвид, что Эндрю. Прям как на подбор. Хорошо, что они приехали. Ты спрашиваешь меня, хорошо ли? Ну, то, что хорошо, просто прекрасно. Стоит второго пришествия. Пап, ты пойдешь купаться? Вода, что надо, пап. Я нырнул вслед за ними. Теперь, когда голова боя была на одном уровне с ними, они мне не казались уже тройкой каких-то морских животных. Их движения не были так красивы и свободны. И было видно, что младшим мальчикам трудно преодолевать сопротивление ветра и воды. Может быть, это не было так трудно. Но теперь вода не казалась их родной стихии, как тогда, когда они плыли от берега. Получилось две разные картины. И, может быть, вторая лучше первой. Папа! Как такое могло случиться-то? Акула! Акула! Она всплыла из самой глубины океана. Она всплыла быстро, без оглядки. Это была большая акула, и все в ней было красиво, кроме ее пасти. Тома! Бросьте эти детские забавы. Ну, что вы рисуете? Я хочу, чтобы вы были по-настоящему великий художник. Как вам насчет этого? Насчет чего? Пусть вас не пугает размах, не надо шарахаться. Давайте мы с вами нарисуем конец света в натуральную величину. Акула плыла у самой поверхности моря. Спина у ней была голубая, брюхо серебряное, а кожа гладкая, красивая. За плотно сжатыми двойными губами ее пасти в восемь рядов шли косо посаженные зубы. Ас! Разрезая голубую гладь моря, акула вышла на солнце и опять ушла в воду. Послушайте, Том, нарисуйте мне смерч. Какой-то здоровенный смерч, черный, как дьявол. Или знаете что, давайте два смерти. Два смерти, как они на тот мир летят, закручиваются так закручиваются. И до самого неба так долетают. И знаете что, давайте три смерча, я видел три смерча. Вот как сейчас вас вижу, три смерча. А ураган вы могли бы изобразить натуральную величину? Ого! Просыпаясь ночью, я слышал ровное дыхание спящих сыновей, в лунном свете видел их всех троих. В первое время мальчики держались немного скованные, были гораздо аккуратнее, чем потом. Впрочем, особой аккуратности не требовалось. Лишь бы смахивали песок с ног при входе в дом, вешали снаружи мокрые шорты, надевали сухие. Теоретически это было так. А на деле все их снаряжение валялось, где придется. Меня это не раздражало. Когда человек живет в доме один, у него появляются очень строгие привычки. Не соблюдать их ему только в удовольствие. А если что-то из заведенного порядка нарушается, это даже приятно. Я знал, что привычки снова вернутся ко мне, когда мальчики уедут. Мальчики спали на койках на застекленной веранде, и человеку не так одиноко спать, если он, просыпаясь среди ночи, слышит детское дыхание. Ты помнишь, Дэв, как мы вернулись домой той осенью, когда убили трех медведей? Ты стал рассказывать про это Эндрю и что он тебе ответил, помнишь? Нет, папа, такие давние вещи я плохо помню. Ты ему стал рассказывать про медведей, а этот вредный старикашка Эндрю, которым было тогда лет пять-шесть, взял и сказал. Кого это интересует, может, это интересно, но у нас медведи не водятся. Слышь, Эндрю, хорош ты был тогда. Ладно, пап, расскажи ему, как он ничего не читал, кроме комиксов. Я все помню. Папа, можешь не рассказывать. С тебя это быстро слетело, Дэв. И хорошо, что слетело. Было бы ужасно, если бы так и осталось. Папа, расскажи им про то, как я был маленький. Расскажи про меня, когда я был маленький. Ну, пускай что-нибудь случится, пап. Ну, пускай что-нибудь случится, пап. Пусть что-нибудь случится. Папа, расскажи им про меня, когда я был маленьким, сказал Тон Младший. Я помню тебя маленьким. Ты был очень странным человечком. Салат оливье? Это... Понятия не имею. Салат оливье. А, салат с маслом. Салат с манезом. Мальчики спали на койках на застекленной веранде. И человеку не так одиноко спать, когда, просыпаясь среди ночи, он слышит детское дыхание. Я был счастлив, что они здесь у меня. Я и раньше до их приезда был по-своему счастлив. Я давно научился жить и работать, не давая чувству одиночества, достигнуть невыносимой остроты. Я сумел сделать так, чтобы работа заменяла мне почти все, кроме детей. Теперь, если на меня нападала тоска по Парижу, я просто вспоминал о Парижу, вместо того, чтобы ехать туда. И так было с другими местами. В Европе и со многими в Азии и в Африке. Простите, великодушно, но не могли бы вы выйти в кухню? Мне нужно кое-что передать вам. Пап, расскажи, как мы с тобой ходили по Парижу. Пап, расскажи, как мы с тобой ходили по Парижу. Парижу, сказал-то младше. Расскажи, пап. Ты тогда не был таким странным человеком. Младенчестве ты отличался здравым смыслом. В квартире, где мы жили над лесопилкой, мы с мамой часто оставляли тебя одного в бельевой корзине. Наш большой кот укладывался у тебя в ногах и никого к тебе не пропускал. А что было потом? Потом? Потом я возил тебя в дешевой, легкой, складной колясочке по нашей улице. Мы садились в кафе завтракать. И пока я прочитывал газету, ты сидел и внимательно смотрел на всех, кто проходит и проезжает по нашему бульту. А после завтрака... А что было на завтрак? На завтрак бриошь, кофе с кураком. И мне тоже. А тебе капелька кофе и чашку молока. Это я помню. Я помню. Я помню. Я помню. Опа! Жизнь. С очками, ну, чтобы глаза не портались. Леса шляпы, чтобы не было солнечного удара. Не обязательно. А для тела надо мазаться кремом. Можно постепенно, можно не мазаться. Можно постепенно, по-человечески, знаешь, как на сковородке. Все время себя переворачивать. Переворачиваться. Да можно еще постепенно обливаться водой там. Чтобы испарялось. Если с кремом, то крем привлекает солнце, вот, и потом этот загар становится с кремом более полезнее. Нет, это не естественный какой-то загар. Семьи мазаться. Искупаться, а потом опять лечь. Да, сам высохнешь. Поиграть. Загореть можно и без мази. Так просто загарить. Это будет лежать полтора часа, два часа. Это я помню. Мы ехали на санях. Помню нашу собаку. И снег. А Рождество ты там не помнишь? Нет. Тебя помню. И снег. И нашу собаку. И мою няню. И еще я помню маму на лыжах. И какая она была красивая. Больше всего я люблю вспоминать осень. Причин много. Причин много, причин много. Папа, а вы когда-нибудь были бедняками? Нет, к тому времени, как вы оба родились, я уже не нуждался. Мы часто сидели без денег, но не нуждались. как с матерью дома. Папа, расскажи еще что-нибудь про Париж. Пускай что-нибудь случится, пап. Пусть что-нибудь случится. Тогда особенного ничего не случалось. Мы шли к площади Сан-Мишель, садились на террасе кафе. И твой папа рисовал, а на столе перед ним стоял кофе с молоком. «Когда же тебе жилось лучше всего?» спросил я о себе. Да все время, в сущности. Всегда. Пока деньги не водились в ненужном избытке, и ты способен был охотно работать и охотно есть. Велосипед приносил радости больше, чем автомобиль. с него лучше было видно вокруг. И он помогал держать себя в форме. До свидания, папа. До свидания. Том, с Настей уже на катере подготовлены. Том, пока что я заменил всю негодную леску, так что на катушку намотан сколько надо. Все мои привычки, уловки, ухищрения были рассчитаны на то, чтобы справиться с одиночеством. Хотя я теперь открыл одиночеству простор, и она устремится туда, как только мальчики уедут. с этим ничего не поделаешь. И раз так, что пользы страшиться раньше времени. я так же почистил и наточил все крючки большие и проверил все поводки и шарниры. Проверил с Настей, ведь Катя давно не выезжала на ловку, на выборы. Да, проверил. Я же сказал, проверил. И заменил ту леску, которая пришла в негодность. Когда же ты успел? А я всю прошлую ночь возился со снастью и приготовил новую сеть. Все равно черту луна спать не давала. Ты тоже не спишь, полнолунин? Просто хоть не ложись. С черт бы я подрал. На Елисейских полях сейчас цветут каштаны. Деревья кажутся черными в сумерках. И на них торчат белые восковые цветы. Как тогда, когда я спешивался у Рон Пуана и вел вел велосипед к площади согласия по усыпанным гравиям пешеходным дорожкам? Убей! Том, ну что? Том, ты правда считаешь, что нехорошо спать, когда луна светит в лицо. Так старики говорят? Я не знаю. А что, Том, гибель Титани как кто-нибудь изображал, нет? А если нам взяться за это, а? Меня всегда вот привлекают такие сюжеты. Том. Я хорошо знал, как это будет. Когда сыновья уедут, первое время покажется даже приятным, что в доме чисто и тихо, и ничьи разговоры не мешают читать и думать, и можно смотреть на предмет, никому ничего не объясняя, и работать в полную меру. А потом я знал, подступит одиночество. Я очень хорошо это знал. Вилли! Как думаешь, Вилли, мы поймаем что-нибудь? Клюет, вот она рыба, смотри, смотри, Дэв, прямо за кормой. Я увидел, как в одном месте забурлила вода, но рыбы еще не было видно. Дэвид вставил комель удилища в гнездо и следил за леской, перекинутой через правый аутриггер. Я увидел, как леска, лежавшая на поверхности моря до того свободной петли, вдруг натянулась и стала резать на ходу воду под косым углом. Дэв, подсекай, подсекай, Дэв, подсекай! Дэв, подсекай, 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 Дэв! Он медлил подсекать, и леска продолжала разматываться в воду все под тем же углом. Удилище выгнулось, мальчик налегал на него, следя за леской. Я застополил моторы, и катер теперь только поворачивался медленно на одном месте. Мол, Мол, подсекай, или дай я подсеку. Но Дэви только налегал на удилище, а леска все разматывалась, и угол, под которым она уходила в воду не менялся. Тормоз он освободил совсем. Дэв, пожалуй, пора подсекать. Дэв, подсекай. Дэв, подсекай, 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 Дэв, подсекай. Дэв, подсекай же. Дэвид уперся ногами, правой рукой подвинтил тормоз на катушке и силой дернул, чувствуя тяжесть на другом конце лески. Потом дернул еще раз и еще, так что удилище выгнал источный лук. Но леска продолжала разматываться. На рыбу его усилие не произвело никакого впечатления. Ну еще подсекай, ну, ну, подсекай, ну, 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 Дэвид, Дэвид, ну еще, ну, 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 на плечок поглубже, 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 поглубже. Я медленно поворачивал катер вокруг его собственной кормы. Леска у Дэвид была уже почти вся смотана. Я потихоньку двинулся навстречу рыбе и вдруг увидел. Акула. А целый ураган вы могли бы изобразить? Самую зверуху, когда с одной стороны все отбушевало, успокоилось, а с другой только начинается. Акула. Она быстро плыла у самой поверхности моря, легко прорезая воду своим плавником. Ее огромные челюсти были плотно сжаты. Ну, все как следует, все как следует. Негры, которых швыряют на кокосовые пальмы, чтоб корабли, которые перекатывало через весь остров. Акула. Ее косо посаженные зубы не были похожи на пирамидальные зубы большинства акул, а напоминали человеческие пальцы, скрюченные, как звеними когти. Пусть будут стены водяные подниматься и обрушиваться все храня живое. Пусть женщины будут смыло их в воду и ветер одежды собрал. Пусть плавают такие. Акула спешила, чуя, что добыча близка. Ее синий плавник так и резал воду. Том, нарисуйте мне ее целый ураган. Ах, Том. Меня разбудил лунный свет, добравшийся до моего изголовья. Я стал думать о ней. О той женщине, которая была первой любовью. После нее я был влюблен во многих женщин. Некоторые даже гостили у меня на острове. У меня была потребность видеть женщин, и я был рад, когда они приезжали. Мне было приятно их присутствие в доме. даже если это было довольно долгое время. Но, в конце концов, я провожал их с чувством облегчения. даже если был кто-то, кто мне очень нравился. Томи, Томи, Томи. Ты влюблена в кого-нибудь? Кажется, да. Негодяйка. Ужасно, да? Ужасно. Первый раз мы встречаемся после того, как я от тебя ушла, и ты ни в кого не влюблен. А я влюблена. Ты ушла от меня? Это моя версия. Лев, может быть, где за нее взяться? Нет. Ты все еще меня любишь? Ну, говори, как есть, не приукрашен. Да. Ты сама должна знать. Я знаю. Ну? Зачем ты на ней женился? Потому что ты была влюблена. Я? Не очень основательная причина. Ну, никто этого не утверждал. Я-то, по крайней мере, и не утверждал. Но, может быть, не будем обсуждать мои старые ошибки. Я захочу, будем. Ой, какая рыба! Это меч рыба, папа. Это меч рыба. Ты правда ее нисколько не любишь? Нисколько. Все еще любишь меня? Ты могла бы судить об этом по некоторым признакам. А вдруг это тоже роль? Любовник неизменно хранящий верность предмету любви. С каким бы шлюхами предмет не заставал его. Я всегда говорила... А я всегда говорила, что если бы ты побольше писал и серьезнее работала со своими картинами, вместо того, чтобы выдумывать всякие небылицы и влюбляться во всяких... Жениться во всяких, ты хотела сказать. Жениться, да. Жениться, это плохо. Но ты влюбляешься. После этого я тебя не могу уважать. Какие знакомые, какие милые слова. После этого я не могу тебя уважать. Продай мне их. Я тебе дам любую цену, только чтобы изъять их из обращения. Понимаешь, папа, я очень волнуюсь за Дэвида. Я сейчас ничего на свете так не хочу, только бы Дэвид выловил эту рыбу. Ты ведь ее не любишь, правда? Я люблю тебя. И уважаю тебя. А ее я не люблю. Ну, вот и чудесно. Я на самом деле уважаю тебя. Я отношусь с уважением к любой глупости, которая тебе. Делаешь. Или сделала когда-то. И чудесно себя ведешь со мной. И всегда исполняешь все свои обещания. Какое, кстати, было последнее? Не знаю. Но если бы оно было, наверняка я его бы не сдержал, правда? Давай забудем об этом, радость моя. Давай я за нее возьмусь. Это не значит, что ты сдаешься. Здравый смысл этого требует. Я что-нибудь не так делала. Нет, ты все делаешь замечательно. Тебе всегда кажется, что физическая близость – это в любви все. Ты не думаешь, что любимой женщиной иногда хотелось бы гордиться тобой? Не стараешься проявлять нежность иногда в мелочах? Ах, если бы ты побольше нуждался во мне. И я чувствовала, что я на самом деле тебе нужна. А не только прими, подай, убери. Я не голда. Слушай. Ну, я тебя люблю. Я тебя люблю и хочу, чтобы ты был достоин самого себя. А еще тебя, Господа Бога, прочих абстракций. Но я даже в живописи не абстракционист. Ты, наверное, требовала бы от Тулуза Латрека, чтобы он не шатался по публичным домам. А Гоген не болел сифилисом. А Бодлер пораньше возвращался домой. Я, конечно, не сравниваю себя с ними, но все-таки пошла ты к черту. Я никогда такой не была. Была. Потом это твоя работа. Эти чертовы съемки с утра до вечера. Я бы отказалась от съемок. Ну, что это, я не сумела. А потом выступала бы в ночных клубах, а меня поделили в Шабабах. Помнишь, мы строили такие планы? Пап, это чудище, а не рыба. Пап, это чудище, а не рыба. Пап, это чудище, а не рыба. Смотри, отеля, человек это мураш. Не поломав, ему костей нет. Во всяком случае, стоя. А кто сказал, что мы непременно должны стоять? Не я. Не я. Иди скорее. Вспомни, чего я тебя когда-то учил. А я и так помню. Ах, Тонтон. Дэв. Она тебя замотала. Дэв. Я не могу допустить, чтобы она тебя замучила. Сука. Проклятая. Судья, сука. Не уж лежа на глазах. Удругается, чтобы не заплакать. Молчи. Дэв. Если ты так будешь волноваться, я сам возьмусь за нее. Меня разбудил лунный свет, добравшийся до моего изголовья. Я стал думать о ней. О той женщине, которая была моей первой любовью. Ты меня любишь, Том. Зачем я вообще расстался с матерью Тома? А покрепче обнять человека ты не можешь? И та вторая. Она родила тебе чудесных детей. Дэвида и Эндрю. Очень непростые, очень своеобразные. Но ты же знаешь, как много хорошего они унаследовали от нее. Зачем ты на ней женился, Том? Мне с ней тоже не надо было расставаться. Она прекрасная женщина. Ах, Томми. И тут я сказал себе, нет. Иначе не могло быть. Ах, Томми, Томми, Томми. Все эти мысли теперь меня не слишком волновали. Я давно уже перестал волноваться. И свою вину точно заклятием отгонял в работу. Сейчас я думал только об одном. Вот приехали мальчики. И надо, чтобы они хорошо отдохнули здесь это время. Назад, Том! Назад, прямо назад! Она сейчас всплывет, сволочь! Для разворота не хватит лески! Назад, Том! Я посмотрел, много ли осталось леса на катушке, чтобы рассчитать маневр судна. Еще и четверти длины не было выбрано, как катушка вдруг жужжа завертелась и леса пошла вниз. Я поспешно дал задний ход, в то же время поворачивая катер носом к леске, которая все отклонялась и отклонялась. А Вилли вопил. Выше удилища, Дев! Выше! Не давай ей сгибать его! Том! Вот, вот, вот! Хорошо, хорошо! Прямо, прямо, прямо на нее идешь! И тут гладь океана вдруг раздалась за кормой. И огромная рыбина взмыла вверх бесконечным движением неправдоподобно длинного тела. Рыба на миг повисла в воздухе серебрясь и синея на солнце и снова бухнула в воду. Только фонтан пены взметнулся ей вслед. Я следил за уклоном лески в воде и думал о том, что сейчас не мешало бы подойти поближе. Хотя я и знал, как трудно рассчитать этот маневр, когда на катушке осталось так мало лески. Один сильный рыбок рыбы в сторону, и она сорвет ее всю и уйдет. Держись! Погоди минутку, сказал я. Выделяясь на синей воде точно коричневый шлюпочный парус, с паровой волной, двигаясь вперед, могучим стремительным посылом хвоста приближался высокий треугольный плавник. Акула. А что, Том? Гибель Титаника кто-нибудь изображал? А? Может, нам взяться за это дело? Меня всегда увлекали такие сюжеты. Акула. Это была очень большая акула породы Макко, созданная для того, чтобы плавать так же быстро, как плавает самая быстрая рыба. Акула. Том, а вы могли бы передать на картине холод Айсберга, как он отходит? После толчка. А кругом туман, все-все в тумане. Акула. Косо посаженные зубы акулы длиной не уступали пальцам старика, а по бокам были острые, как лезвие бритвы. Все как следует, надо чтоб все как следует. Нарисуйте человека, который лезет в шлюпку к женщинам, мол, он их сме, но он может их спасти, и он лезет в шлюпку и ножищами прямо на женщинам. Когда я увидел акулу, я понял, что эта акула ничего не побоится и поступит так, как ей заблагорассудится. Мне изобразите гибель Титаника, а о том, чтоб все как следует. Он на свет не давал мне спать, но то, что я не сплю, не особенно меня огорчало. Я помню ту полосу жизни, когда я совсем не мог спать, целыми ночами лежал и думал, как-то вышло так, что я растерял всех своих сыновей. Таким дураком я был. Я думал о том, что я поступил так, потому что не мог поступить иначе. Или мне просто казалось, потому что я не могу поступить иначе. Я из одной гибельной ошибки впадал в другую, более гибельную. А теперь это уже прошло. Раскаяние меня очень терзало. Я был дураком, а дураков я не любил. Но теперь это уже позади. А сейчас сыновья со мной. Они меня любят. И я их очень люблю. И пусть будет так, подумал я. Пусть будет так, как есть. Не пойму, что за интерес такому человеку, как вы, торчать на этом острове. Это прекрасный остров. Ты же торчишь. Я здесь деньги зарабатываю. Могли бы в другом месте зарабатывать. К черту другое место. Здесь веселее. По части веселья другого такого места не найдешь. И здесь, по крайней мере, кое-кому удавалось сколотить капитал. Когда я видел мой дом, издаль у меня становилось хорошо на душе. Мой дом был для меня живым существом. Как корабль для моряка. А ты не думаешь, что у меня на западе лучше бы дело пошло? Окей. Я научился жить в одиночку. Да и работы здесь хватает. Для работы не все места хороши. Уж я знаю, я знаю. Это верно. Но сейчас здесь хорошо. Там, где поначалу хорошо, там потом бывает. Плохо. Когда я лежал, глаза мои были вровень с подом камина. И мне было видно, как пламя отрывается от поверхности дерева. И мне становилось грустно и хорошо. Там, где поначалу хорошо, потом становится плохо. Может, потом это изменится. Но сейчас здесь прекрасно. Со мной всегда было так, когда я смотрел на огонь. А когда горел плавник, это вызывало во мне чувства, которые трудно было определить. Вероятно, думал я, нехорошо жить то, что нравится. Но вины я не ощущал. Том, тебе нравится здесь? Если осесть навсегда. Нравится. Надоело мыкаться со всем, что есть на душе. Великое дело камин зимой. И все незимние месяцы я поглядывал на него с нежностью и думал о том, как будет, когда наступит зима. Зима была лучше порой годы на острове. И все остальное время я с радостью ждал ее возвращения. Лучше жить на одном месте. Ну, а на самом деле, как ты тут старик? По-моему, здесь жить очень славно. Зима уже прошла, и весна была на исходе, когда в этом году мои сыновья приехали на остров. Господи. Как же это случилось-то все? Господи. Папа. Схватка с рыбой продолжалась уже четвертый час. Катер по-прежнему шел в море. Дэвид сидел на кресле, спинку которого поддерживал Вилли. И медленно поднимал рыбу вверх. Он выглядел бодрее, чем час назад. Хотя я видел, что пятки у него в крови стекавшие с подошвы. На солнце кровь глинцовато поблескивала. Папа, я видел его ноги, они все в крови. Может, положите ему подушку, чтобы он упирался во что-нибудь мягкое. Я смотрел на медленные, усталые, но размеренные движения Дэвида и представил себе, каково там сейчас внизу, где плавает меч-рыба. Темно, конечно. Хотя, наверное, рыбы видят в темноте, как лошади. Холодно и темно. Как ноги, да? Ноги не болят, болят только руки, плечи и спина. Папа. Мне подложить тебе подушку, Бадон. Одна она там плавает, или около нее есть еще какая-нибудь рыба, думал я. Других рыб тут не видели, но это не значит, что она плавает одна. В темноте, в холоде. Может быть, с ней плавает и другая какая-нибудь рыба. Дэви, выпил бы ты воды. Ну, как ты там? Отлично. Прекрасно. Займусь я делом. Пойду приготовлю ее или выпить. И тут я услышал голос Эндрю. Ой, смотрите. И увидел ее, не отходя от штурвала. Рыба плыла под водой за катером, бурая, раздавшаяся в ширину и длину. Пусть так идет, Дэви, хорошо идет. Том, дай чуть правей. Рыба шла наверх, широкая, длинная, как затонувшее бревно. Дэви следил за ней, поглядывая на вершину удилища, стараясь, чтобы его не захлестнуло леской. Впервые за шесть часов спина, руки, ноги у него не чувствовали напряжения. Я видел, как подрагивает, вздрагивает у мальчика мускулы на ногах. Крючок держится на ниточке. Сейчас оборвется, на честном слове держится. Нет, нет, боже мой, нет, вскричал Том младший. И в ту же минуту Дэвид кинулся в воду, пытаясь дотянуться до рыбы. Акула! Господи! Дэвид, господи, смотрите! Дэвид, господи! Господи! Том, я не могу на это смотреть. Я заставил себя преодолеть скованность и собраться. Я заставил себя сдерживать дыхание, не думать больше ни о чем, кроме выстрела. Ой! Господи, твоя воля! Видали вы когда-нибудь такое окулище? Господи! И тут я услышал, как с кормы застрочил автомат. И увидел, как вокруг плавника запрыгали фонтанчики. Потом короткая очередь, и вода вскипела у основания плавника. Я выстрелил, и стрекот послышался снова, тугой, дробный. И плавник завалился, и вода вокруг него закипела. А потом акула, такая большая, какую я никогда не видел, поднялась из моря белым брюхом вверх и бешено закрутилась на спине, взбаламучивая воду вокруг, как акваплан. Брюхонь отсвечивала непристойной белизной. Пасть шириной в ярд была, как опрокинутая ухмылка. Она подскакивала и скользила на спине. Вилли строчил по ней из автомата, всаживая пулю в ее белое брюхо, рвал его, оставляя на нем темные пятна, которые сразу же олили, пока, наконец, она не повернулась на бок и пошла вниз. И я увидел, как она крутится волчком, уходя под воду. Господи, твоя воля. Вы видали когда-нибудь такую акуль еще? Слава Богу, что они выходят на поверхность, когда идут с добычей. Он сволочи, они всегда идут поверху. Вы видели, как она шла? Ой, господи, ой, господи. Пока что лето складывалось, благополучно, удачно и радостно, думал я. И все, что могло кончиться плохо, кончилось хорошо. Это относилось не только к такому драматическому происшествию, как встреча Дэвида Сакула. И другие мелкие происшествия кончались хорошо. Ты очень испугался, Дэв. Да. Я сидел в своем кресле с книгой в руках. Остальные уже все спали. А я знал, что уснуть не могу и решил читать до тех пор, пока не начнут слепаться глаза. Но из чтения ничего не получилось. Тогда я стал вспоминать прошедший день. Я перебирал его в памяти с начала до конца. и думал о том, что мне очень жаль Дэвида, что у него сорвалась такая большая рыба. А, пап? Думая о Дэвиде, я улыбнулся в ночной тишине. Я было пожалел его, но потом подумал, что это будет нечестно по отношению к Дэвида, потому что он не примет жалости. И я отбросил ее. Пока что лето складывается благоприятно, удачно и радостно, сказал я себе. Спокойно, Дэви, спокойно. По тебе еще до сих пор мурашки бегают. Жалко. Нет, Дэвида я жалеть не буду, сказал я себе. Но вот сегодня и от чего-то сделалось страшно. Эх, достать бы эти челюсти, обвелить бы и повесить. Меня бы из-за них кошмары мучили. Вот мне сегодня от чего-то сделалось страшно. Я перебирал сегодняшний день. Я перебирал его в памяти с начала до конца. и думал о счастье. Говорят, счастье скучно, думал я, лежа с открытыми глазами. Но это, наверное, от того, что скучные люди нередко бывают очень счастливы. А люди интересные, умные. Часто умудряются отравлять существование себе и всем вокруг. Ты молодец, Дэви. Вот погоди. Я расскажу про тебя ребятам в школе. Они не поверят. Если я тоже буду учиться там, не говори им. Почему? Они не поверят. Они мне не поверят, сказал Дэвид. И заплакал, как маленький ребенок. Очень хорошо, что у нас нет ее челюсти. Вот был бы трофей. Его бы в школе показать. Если бы мы достали ее челюсти, их бы получил Дэви. Нет. Их бы получил Вилли. Но если бы я попросил, думаю, что надо было бы их мне. Надо было бы их Дэви. Я сидел в своем кресле с книгой в руках и думал о том, что среди всего невозможного кое-что все-таки возможно. И прежде всего способность чувствовать выпавшее тебе счастье. радоваться ему, пока она есть и пока все хорошо. У меня много было такого, что в свое время делало меня счастливым. Но то, что за этот месяц дали мне эти трое, во многом не уступало тому, что мог дать один человек. А печалиться мне было не о чем. Совсем было не о чем печалиться, думал я. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Ложись-ка спать, сказал я себе, и постарайся уснуть. А завтра сразу включись в обычный жизненный ритм. Мальчикам не так уж много осталось время провести здесь. И позаботься о том, чтобы они провели его как можно лучше. Пап, а мы поедем на подводную охоту. А если будет большая волна? Для тебя, может, и большая. Не, для всех. Мне бы хотелось, чтобы дети всегда были со мной. И чтобы мать Тома, как прежде, была моей женой. Глупое желание. Глупое. Эндрю, что? А ты разве не любишь плавать в маске? Ужасно люблю, но только боюсь. Под водой страшно. Как сделаю выдох, становится страшно. Мне бы хотелось, мне бы хотелось. С таким же успехом я бы мог желать, чтобы мне принадлежали все сокровища мира. И чтобы я распоряжался ими по своему усмотрению. Или чтобы рисовал, как Леонардо. Или был художником не хуже Питера Брейгеля. Или чтобы пользовался непререкаемой властью над всяким злом. Умел его обнаруживать в самом начале. И пресекать легко и просто. Чем-нибудь вроде нажатием кнопки. Томи плавает замечательно, но под водой ему тоже страшно. Один Дэвид ничего не боится под водой. Хорошо бы быть всегда здоровым. И жить вечно. Не разрушаясь ни телом, ни душой. Хорошо бы, хорошо бы. Хорошо бы это было так, думал я этой ночью. Хорошо, но невозможно. Как невозможно, чтобы дети были с тобой. И чтобы те, кого ты любишь, были живы, если они умерли. Или ушли из твоей жизни. Но что-то мне сегодня сделано страшно. Ладно, сказал я себе. Собственно говоря, в каждом дне можно найти что-то, отчего тебе сделается страшно. Ложись-ка спать, а вось тебе повезет, и ты выспишься до утра. Лунный свет соскользнул с твоего изголовья. И главное, помни, чтобы завтра всем было хорошо и приятно, сказал о себе. И с этим уснул. Том, изобразите мне такие смерти, чтобы кто не взглянет, со страху выкоптился из бара. Том, дружище, нарисуйте мне ураган, чтобы вырванные доски, как грабуны, неслись по воздуху, чтобы мертвые пеликаны падали, будто они вылились из тучи вместе с дождем. Том, изобразите мне гибель Титаника. Том, не ходи опять в воду. Том, а может, ты сделаешь мне подарок, и не пойдешь. Том, я хочу вам сказать, если бы вы знали, до чего я огорчен, что так получилось с рыбой, и еще вот этот чертов окулищ. Да, скверно, Мышлен. Мне даже не хочется никому рассказывать. Не надо, не надо рассказывать, Том. Я просто хотел, чтобы вы знали, до чего я огорчен. О, глядите, Вилли, он вчера всю ночь пил, дрался. Ну, в общем, так, ничего особенного. Не люблю я, когда с Вилли что-нибудь случается. Я им рассказывал про рыбу, про Дэвида, про окулища. Я им рассказывал правду, они хотели доказать мне, что я вру. Том, в плохие времена живем. А когда они были хорошие? Ну, были дни, когда нам с тобой жилось хорошо. Верно. Вы жили хорошо в разных хороших местах, но времена-то были плохие. Ну, я этого не понимал. Люди говорили, времена хорошие были. Правда, от них потом дым пошел. Что же делать? Работать. Вот я хочу написать картину об этой рыбе и подарить Дэви. Том, бросьте вы вот эти детские ваши забавы. Ну, чем вы занимаетесь, честное слово? Чем вы занимаетесь? Рисуете негра, который черепаху ловит, и не настоящую, не зеленую черепаху, а обыкновенную черепаху, или двух негров, которые в лодке стоят, и внизу к лангусту копошатся. Или это рыба сейчас? Том, а ты мог бы написать, как она выпрыгнула из воды? Наверное, мог бы. Ну, напиши. Том, я хочу, чтобы вы были по-настоящему великим художником. Как вы насчет этого? Насчет чего? Только вы не пугайтесь, пусть размах вас не смущает. Давайте мы с вами нарисуем конец света. Ну... Нет, ничего не угодно, ничего не угодно. Вот слушайте, только сейчас разверзся ад. До свидания, папа. Мы провели у тебя лето хорошо. Ничего с нами не случится. До свидания, папа. Спасибо тебе за чудесное-чудесное лето. Мои сыновья взобрались по трапу и помахали мне Вилли, Бобби. Мы стояли на причале. До свидания, Том. До свидания, Дэвис. До свидания, Эндрю. Здорово, одиноко. Вам будет, Том. Да, сказал я. Мне будет здорово, одиноко. До свидания, мальчики. До свидания. Двери закрыли, задраили и остались лица за стеклами небольших окошек. И лица, залитые водой, плеснувши на стекла, когда гидроплан заработал своими старыми кофейными крыльями. Я отошел от брызг, а допотопный, уродливый гидроплан вырулил на старт и поднялся на легком ветру. Сделал круг над морем и уродливый, медлительный ровно лег на курс через залив. Когда мальчики уехали, я же тосковал. Поначалу мне казалось, что это естественная тоска по сыновьям. И я продолжал работать. После работы я принимал душ, намыливал голову, долго стоял под наполистыми острыми струйками воды. Я был крупным мужчиной, голый казался еще крупнее. кожа у меня была загорелая, волосы выцвели полосами на солнце. Я надевал свежие шорты, старую рубашку и уходил на веранду, где меня уже ждал Виль. Сеньор, простите, великодушен, мне нужно кое-что вам передать. Конец твоего мира приходит не так, как на великом произведении искусства, описанном мистером Бобби владельцем бара. Его приносит тебе местный паренек, рассыльный почтового отделения, который вручает тебе радиограмму и говорит. Распишитесь, пожалуйста, здесь, сеньор. Мы очень сожалеем, мистер Том. Ну, что вы, мистер Том, нет, чайных не надо. Как же такое могло случиться, Том? Я прочитал телеграмму. и сел в кресло. Думаете, она правила? Я вынул телеграмму и прочитал еще раз. Может, и Эндрю? Ваши сыновья, Дэвид и Эндрю, вместе с матерью, погибли в автомобильной катастрофе под Биорицем. примите наше глубочайшее сочувствие парижское отделение Нью-Йоркского банка. банк. Том, как такое могло случиться? я смотрел на плоское синево море, на густо синеющий гольф-стрим. Солнце стояло низко и скоро должно было войти в облака. Как такое могло случиться? Солнце садилось, перед ним слались облака. У нас есть тот младший. Да. пока есть. Пока есть. Сказал я и впервые взглянул в глубокую бесконечную перспективу, ожидающей меня впереди пустоты. Как-нибудь справимся? Да, конечно. Когда я не справлялся? Путешествовать будем. Это тоже хорошо. Будем ездить на огромных пароходах. Мне всегда хотелось поплавать на таких. Всех перепробуем. Пусть везут нас по своим путям дорогам. Конечно. какого хрена убила нашего Дэви? Не надо. Не надо, Вилли. Этого нам не дано знать. Пропади все пропадо. Как сумеем, так сыграем, сказал я. но теперь я знал, что игра моя не стоит свеч. в следующем году. Субтитры